ИЗОТОП Всем привет! Сегодня я расскажу об электромагнитном методе разделения изотопа. Во-первых, что такое изотопы? Изотопами называют атомы химических элементов, в ядрах которых содержится равное количество протонов, но разное количество нейтронов. Таким образом, они имеют разный атомный вес при одинаковом зарядовом числе. Например, самый распространенный изотоп водорода, обычный водород состоит из одного протона, вокруг которого вращается один электрон. А более редкий изотоп, называемый тяжелым водородом или дейтерием, в составе ядра имеет помимо протона еще один нейтрон, ну и вокруг них также вращается один электрон. Ну и, наконец, третий изотоп, называемый сверхтяжелым, либо третьим, содержит помимо протона уже два нейтрона, вокруг которых вращается все так же один электрон. Таким образом, дейтерий тяжелее обычного водорода в 2 раза, а третий в 3 раза. В природе, как правило, преобладает один из изотопов, а другой или другие изотопы представлены в меньшем процентном содержании. Так, тот же самый тяжелый водород дейтерий имеет распространенность всего лишь порядка 0,02%, а все остальное обычный водород. Существует несколько способов разделения изотопов, и один из них это электромагнитный метод. Он, наверное, будет самым легким с точки зрения понимания и будет доступен даже в понимании девятикласснику, знакомому по курсу школьной физики, с действием магнитного поля на движущиеся заряды. Как известно, на движущейся заряженной частице в магнитном поле со стороны этого поля действует сила, известная как сила Лоренца. И эта сила зависит у нас от трех величин. От заряда движущейся частицы, от ее скорости и от силы магнитного поля, его магнитной индукции. Если мы условно изобразим положительно заряженную частицу, пускай она у нас летит вверх, а магнитное поле направлено перпендикулярно к нам, со стороны этого поля будет действовать сила, направленная вправо. Напоминаю, что направление сила определяется с помощью правила так называемой левой руки. Если мы расположим ладони левой руки таким образом, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, а пальцы были направлены вдоль движения положительно заряженной частицы, то отогнутый большой палец покажет направление действия силы. Соответственно, частицы движутся вверх, индукции входят в руку, палец показывает направление силы. Все очень просто. Эта сила будет все время перпендикулярна скорости, и поэтому она будет ее закручивать. И траекторией движения частицы в таком поле станет окружность. При движении по окружности возникает центростремительное ускорение. И тогда, по второму закону Ньютона, мы можем записать, что МА центростремительное равно вот этой силе, силе Лоренса. Соответственно, записав ускорение, выразив ускорение через линейную скорость и радиус окружности, сократив с обеих сторон скорости, и мы можем выразить радиус. Радиус окружности, по которой будет двигаться частица, получается, будет зависеть от четырех величин. От массы, скорости частицы, ее заряда и магнитной индукции. Если у нас движутся два разных изотопа, то они имеют одинаковый заряд, но разную массу. И тогда, глядя в эту форму, что мы можем сказать? У этих изотопов будет одинаковая скорость, одинаковый заряд, ну и, соответственно, магнитное поле тоже одинаковое, разная только масса. И тот изотоп, у которого масса больше, будет двигаться по окружности большего радиуса, а тот, у которого масса меньше, соответственно, поменьше. Вот на этом, собственно, и основан метод электромагнитного разделения. Условно можно сделать такую схематичную установку, нарисовать. Пусть есть какая-то камера, из которой откачан воздух. Здесь располагается источник ионов, а здесь располагаются приемники. Мы нарисуем для этой простой схемы всего два приемника. Так, и подпишем. Это источник ионов, а это приемники. Ионы, находящиеся в источнике, разгоняются под действием электрического поля. Нарисуем вот так вот векторы напряженности поля, соответственно, должен быть направлен вверх. Здесь у нас плюс, здесь минус. Положительно заряженные ионы будут под действием электрического поля двигаться и разгоняться до данной установки по схеме вверх. Будут двигаться сюда. А здесь, в этой камере, создается магнитное поле. Также его нарисуем кружочками сюда, обозначающими, что линии магнитного поля направлены к нам. И это магнитное поле будет закручивать и разворачивать улетающие сюда частицы. Ну, допустим, одна у нас влетает сюда, а более тяжелая частица, более тяжелого изотопа попадает в дальний приемник. Вот, собственно, и вся схема. Здесь накапливаются ионы одного изотопа, более легкого, а здесь более тяжелого. Собственно, схема совсем простая и возникает вопрос, а почему же этот способ все-таки не является преимущественным и, в общем-то, использован, применять его стали далеко не сразу. И здесь все дело в технологической сложности такого проекта. Нарисовать схему просто, а реализовать ее технически, причем промышленных масштабов, довольно сложно. Для того, чтобы получить ионы, нужно, во-первых, получить газообразное вещество, то есть нагреть его до такой температуры, чтобы оно превратилось в пар. Затем этот пар надо ионизировать в газоразрядной камере, и после этого полученные ионы нужно направить, соответственно, в камеру для разделения. Создать пучок этих ионов, которые затем будут разделяться в зависимости от химического и изотопного состава исходного вещества на какое-то количество конечных пучков ионов, которые, соответственно, будут попадать в расчетные приемники. Первая сложность это получение стабильной плазмы, то есть плазмы там, где вот эта газообразная масса ионизируется. Эта плазма довольно нестабильна, неустойчива, и чтобы сделать любая неустойчивость, соответственно, ведет к расфокусировке пучка, который потом может попасть куда угодно, но только не в приемник. И потом придется эти ионы отскребать где-то от стенок камеры. Так вот, чтобы этого не было, должно быть очень стабильное напряжение электрическое, за счет которого создается эта плазма. Это раз. Дальше, вторая сложность это создание, опять же, очень стабильного и однородного магнитного поля при его огромной мощности. И третья сложность заключается в приеме этих ионов. Ведь ионы, они движутся, причем движутся с большими скоростями, и их надо, захватив этот приемник, там удержать. Они легко оттуда могут вылететь под действием все того же электрического поля, действующего в округе, и, ну, в конце концов, просто теплового движения. И, помимо всего этого, во всей установке должен быть создан глубокий вакуум, то есть, там, порядка 10 минус 6 частиц. И такой вакуум невозможно создать простым поршневым насосом, то есть, для этого, опять же, должны быть специальные технологии. Вот, решив эти все сложные технологические проблемы, можно, собственно, запускать такой процесс. К преимуществу электромагнитного метода разделения изотопов следует отнести его универсальность и высокую точность. Он одинаково хорошо работает как с тяжелыми, так и с легкими изотопами, а степень обогащения исходной смеси нужным изотопом в нем достигает 80 и более процентов. А при многократном прогоне через эту систему исходного вещества можно получить степень очистки до 99 процентов. Главный недостаток этого метода, помимо сложных технологий, это высокое, я бы сказал, даже сверхвысокое энергопотребление. К другим, наиболее популярным, известным способам разделения следует отнести газовые центрифуги, газовая диффузия, метод газовой диффузии и метод термодиффузии. Причем самый популярный, распространенный сейчас, ну скажем так, основной метод разделения изотопов, это все-таки газовое центрифугирование, как в нашей стране, так в общем-то и во всем мире. Все эти способы, так же как электромагнитные, основаны на разном атомном весе изотопов. Газовое центрифугирование обладает самыми лучшими показателями, скажем так, цена-качество, то есть у него довольно низкое энергопотребление, довольно хороший выход, хотя за один цикл там степень обогащения получается довольно небольшая, но пропустив исходное вещество через каскад таких вот систем, можно получить любую заданную степень обогащения. Это также высокотехнологический процесс и многие механизмы, элементы этой системы являются секретными. Я вам рассказал об электромагнитном методе разделения изотопов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Продолжение следует...